Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал из Агет пришел следующий, не совсем библейский вопрос. Как пережить Великий пост, когда рядом молодая красивая жена? Апостол Павел, снисходя к немощи человеческой, говорит, что воздерживаться друг от друга необходимо только по взаимному согласию. Для упражнения в молитве позже дописали в посте. Так что же быть с семейными, супружескими отношениями? Если у вас есть желание воздержаться, желание замечательное, очень нужное, необходимое, а то острота чувств канет в небытие, если не воздерживаться друг от друга хотя бы Великим постом. Хорошо бы еще по средам и пятницам, вот Великий пост, время сугубого воздержания. Ну, даже про него, в принципе, можно говорить словами постола Павла. Воздерживайтесь друг от друга, только по больному согласию. Поэтому хотите упражняться в посте и молитве, упражняйтесь. Хотите воздержаться друг от друга, воздерживайтесь. Есть возможность жить в разных кроватях, ну, тоже вариант. На страстной неделе воздерживайтесь, ну, что уж, что-то сложное, хотя бы неделю повоздерживаться, было бы неплохо. А Великим постом, ну, не превращайте, во всяком случае, интимные отношения в развлечение. Ну, уж прямо, если уж совсем там не в моготу, это уже может вылиться в серьезный конфликт. И я сейчас говорю, заметьте, о семье христианской. А есть же ситуация, когда муж не христианин или крещённый, но не воцерковлённый, как мы говорим. Или наоборот, жена не воцерковлённая. И тут возникают очень серьезные проблемы. Я знаю множество случаев разводов, когда супруга, в основном супруга, стоит на своем. Там категорически нет, духовник запрещает, писание тоже запрещает, хотя, как вы слышали, апостол Павел не запрещает, рекомендует. И всё, уж один пост повоздерживался, второй пост повоздерживался, а потом подумал, зачем нам не надо. Там уже крышу рвёт у некоторых, на работе секретарша улыбнулась, похихикала, на корпоратив пригласила. Познакомился с кем-нибудь в транспорте и понеслась, понеслась. А жёны говорят, вот это, вот, казалось же, спаситель, в мире скорб не будете, да это прямо мученица я. Вот я ради Христа воздерживаюсь, а муж негодяй не хочет воздерживаться, нехристён. И хорошо, что ушёл, и что разрушенная жизнь, разрушенные судьбы, рана в душе размером с Марианскую впадину, дети ещё страдают. И потом, через год от тебя доходит, духовника надо было всё-таки сменить, а не слушаться его слепо, включать здравомыслие и рассудительность. Так что вопрос сложный, на самом деле. Сейчас кто-то будет обвинять меня, вот батюшка в распутство всех вгоняет. А кто-то поймёт со временем, что никто никого не вгоняет, рекомендует придерживаться здравомыслия духовного. Можете воздерживаться, подытожу я, воздерживайтесь. Не можете, сами понимаете, но не надо потакать собственному слабосилию, как писал Достоевский. Вот, ну, как каждый день, да. Ну, не могу я воздерживаться, да. И с понедельника, по воскресенье, с воскресенья по понедельник. Вообще никакого воздержания. И говоришь, ну, батюшка на экзигеечке, казалось, что можно не воздерживаться. Воздерживайтесь. Ну, если уж там не в моготу уж совсем, ну, прям катастрофа, можете уступить друг другу. Если, повторюсь, вторая половинка неверующая, тут уже совсем другая ситуация. Тут уже и повоздерживаться не получится до его полного воцерковления. Ну, и потакайте своим страстями, хотя им тоже не надо. Потом же лучше будет. И в 70 лет будет жена для тебя, вожделенной розой сердца твоего. Если будете воздерживаться в молодости. И всегда, всегда рекомендую. Помогает. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...